Владимир Максимов рыбак со стажем и несмотря на минусовую температуру, сегодня он отправился на своей резиновой лодке за уловом. Получает удовольствие от последних мгновений, проведенных на реке. Ведь уже с завтрашнего дня поймать любимую щуку или судака с лодки будет нельзя. Для маломерных судов закрывается навигация. Дисциплинированных будет, а браконьеров бесполезно. Так что мы дисциплинированно решили сегодня последний день, а иначе последний все. Коллега Владимира по рыболовному делу Сергей Грибков рыбачит на Шексне всю осень. Считает, что закрывать навигацию нужно гораздо позже. Ну нежелательно выхвать. А почему? Процессы еще бы их охоты. Если Сергей все-таки отправится рыбачить на лодке, то возможно встретиться с инспекторами ГИМС. Специалисты будут проводить рейд, охотиться на нарушителей. За нарушение выхода в межнавигационный период, то есть когда навигация уже закрыта, грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Вместе с инспекторами ГИМС в рейд отправятся и спасатели. По их словам, каждый сезон любителей прокатиться на лодке после введения запрета достаточно много. И зачастую плохие погодные условия приводят к возникновению чрезвычайных происшествий. Нерадивые любители водных прогулок, разгоряченные алкоголем, могут упасть в холодную воду, а это может привести к смерти. Спасатели будут следить за акваторией Череповца вплоть до ледостава. Мы работаем в обычном режиме, наши катера будут до самого льда находиться на воде. То есть помощь на воде мы оказывать будем. Если с завтрашнего дня закрывается навигация для лодок, катеров и яхт, то уже с 15 ноября бороздить просторы реки Шексны перестанут большие пассажирские и грузовые суда. В Череповецком пассажирском порту уже готовят теплоходы к зимовке. Все они выстроены вдоль дебаркадеров, где будут находиться до следующего года. Экипажи теплоходов осматривают техническое состояние судна, проверяют работу механизмов, укрывают палубу, а под крышей устанавливают специальные распорки, чтобы снег их не продавил. У каждого теплохода есть свои недостатки, свои наработки, которые нужно в течение зимнего периода устранить, в течение зимнего ремонта. Это ремонт дизелей, это какие-то работы по корпусу, по внутренней отделке. Выйти на воду любители речных прогулок смогут только в следующем году. Навигация традиционно откроется в первых числах мая. Тогда и рыбаки на лодках, и капитаны на теплоходах смогут снова почувствовать себя морскими волками.